Всем привет, дорогие зрители! Всем привет из Канады! Сегодня мы с вами пойдем в Юникло, и как я вам и обещала в одном из своих влогов, я заскочу в Юникло еще раз, потому что я уже здесь была и увидела полнейшую пустоту и отсутствие вообще чего-то интересного, и вот я зашла снова. Мне было очень интересно посмотреть, довезли ли что-то, привезли ли что-то, и вот, честно говоря, нет, ну, может быть, что-то такое добавилось, но, по большому счету, в принципе, как-то очень все грустно, уныло и печально. Я не знаю, потому что межсезонье сейчас, как бы пересменка между сезонами, или это просто опять какие-то последствия наших карантинов, у нас вроде бы их уже нет, у нас вроде все давно открыто, но, тем не менее, в магазине вот носки и маски, брюки вот эти вот, которые они продают из года в год в клетку, ну, в принципе, неплохие брюки такие, базовые, на работу ходить, ну, или вообще в любое место, базовые обычные брюки, которые они продают каждый год, фланелевые рубашки какие-то в клеточку. Не знаю, есть ли какие-то новые коллаборации, вышли у Uniqlo с кем-то, надо вообще заглынуть на их веб-сайт. Ну, вот пока что все очень мрачно, обычно. Свитера, вот эти новые, это называется New Collection, но, в принципе, это перепев тех же самых свитеров, которые они выпускают, опять же, каждый год, с той лишь разницей, что у них раньше какие-то были цвета такие поживее, повеселее, какие-то розовенькие, зелененькие, а в этот раз вот белые, голубые, черные, и, в общем-то, и все. Снова вот эти вот юбки плессированные, тоже в разных вариантах, они их выпускают тоже каждый год, но я понимаю, что Uniqlo, в принципе, сам магазин, свои вещи, которые они продают, это их вещи, такие базовые, которые они, в принципе, выпускают одинаковые, немножко меняя фасон, немножко меняя ткани, но, в принципе, по большому счету, они делают одно и то же. Самое интересное в Uniqlo, это их коллаборации с такими хорошими, в общем-то, можно сказать, дизайнерскими брендами, такими, как Мари Мэка, такими, как Джилл Сандер, прекрасные вещи, а сами вещи Uniqlo, в принципе, похожи друг на друга, у них неплохое качество, но, например, вот эти свитера, они из катона сделаны. Ну, посмотрите, палитра, конечно, такая печальная, и все так как-то, ну, как-то жиденько так висит, вот эти вот куртки их тоже, дутики, и они так, знаете, развешаны так на большом расстоянии, чтобы как-то заполнить помещение. У меня было такое ощущение, что все вещи призваны заполнить пустоты в помещении, чтобы не выглядели пустые витрины, и напомнило мне это какой-то дефицит начала 90-х в Советском Союзе в магазинах, когда банки с кабачковой икрой и соляными огурцами, которые тоже потом тоже пропали, между прочим, стояли, выставлены так в ряды на всех прилавках, в общем, чтобы не были пустые прилавки. Эти свитера, по-моему, гольфа у них тоже были, ну, неплохие цвета, но, опять же, это тоже все старое. Они, кстати, я заметила, что все подорожало у них, ну, у нас, во всяком случае, в Канаде, вот эти вот свитера, они стоили раньше дешевле. Это стопроцентная шерсть, это прекрасно, но, тем не менее, они стоили дешевле. Сейчас они немножко стоят подороже. Вот это New Arrivals, это новое поступление, стопроцентная шерсть, которые раньше свитера стоили по 40 долларов, сейчас стоят 50. Да, они стоили 39, сейчас они стоят 49. И вот эти вот кардиганы довольно старомодные, ну, опять же, базовые, но довольно старомодные. Да, они тоже шерстьяные, и они тоже стоят по 50 долларов. Флагом в руки, конечно, если они эти кардиганы за 50 долларов распродадут. Я думаю, что они уйдут на распродажу и будут очень-очень долго продаваться на распродаже, потому что, ну, даже шерстьяные вещи, ну, какие-то уж очень старомодные, очень вышедшие из моды. Вот эти вот все дутики, курточки. Опять же, повторюсь, я очень сильно надеюсь, что это все как бы просто вот момент такой, сейчас конец лета, начало осени, еще, в принципе, люди особо не покупают свитера, потому что еще тепло, вот просто жарко, на улице просто жарко. И поэтому свитера как-то еще не в ходу, но летние вещи распродали, и, в общем, как-то вот они, видимо, сейчас получают товар, я надеюсь. Ну, вот пижамы, пижамы, бесконечные пижамы, вот эти шорты пижамные. Кстати, тоже синтетические они. Я почему-то думала, что они хлопковые, но они сделаны из синтетики, что, в общем-то, ну, как бы, ну, вот, видите, 100% полиэстер. Для шорт, для пижамных спать в полиэстере, ну, такое, как-то от Юникло, если честно, я ожидала, что они все-таки хотя бы уже пижаму сделают, катоновую. Вот эти вот, помните, я вам показывала брюки, и были сарафаны, вот это вот расцветы, какой-то, по-моему, австралийский дизайнер по тканям делал им вот эти вот рисунки, они очень похожи, не очень, но немножко похожи на Моримека. Вот сейчас они на сейл вышли, и вообще очень много вот этих вот брюк, таких шаровар, как бы вроде бы и домашних, а в принципе, мне кажется, их можно и на улицу носить сейчас, такие типа пижамные, но такие не совсем, они даже, в общем-то, немножко таким с блеском, разных расцветок, но таких цветочек-то вряд ли на улицу, это уж прям такие пижамы-пижамы, а вот однотонные вполне можно носить, как брюки такие спортивные, вот эти оранжевые, например, да, мне, я бы надела запросто такие, с каким-то топиком, в общем-то, такие, знаете, типа шаровары такие для, ну, а-ля турецкие, а-ля турецкие шаровары. Тапки еще надо с загнутым носком вперед, и прям самое то. Что нового появилось? Подушки. Подушки и пледы. Юникло, по-моему, пытается, я не знаю, может быть, в других странах Юникло продает товары для дома, у нас не продавали раньше, и вот я смотрю, что последний раз у них были, появилось постельное белье из нового, в прошлый раз, когда вот я снимала до этого, и, кстати, которые все почти что раскупили полностью, а сейчас вот появились какие-то подушки, пледы, вот эти сумки такие холщовые, мне кажется, что Юникло как-то идет в направлении начать производить товары для дома, что, в принципе, было бы интересно, я не против, потому что все их делают Zara, H&M все делают, есть Zara Home, есть H&M Home, почему бы не быть Юникло Home, опять же, я не уверена, может быть, это только у нас в Канаде нету, а в других странах уже давно это есть, но вот до сих пор у нас того не было, и вот появление постельного белья, появление подушечек и пледов, ну, как-то наводит меня на мысль, что, возможно, Юникло собирается делать какие-то вещи для дома, вот опять спортивная одежда, домашняя одежда, пижамы, все это уже было-было-было, перепевы, вот это такие, как будто бы, ну, как будто спортивные такие кофты, верхние, знаете, с капюшоном, тоненькая такая, но вот эта их линейка, этот Aries, стоит она 29 долларов, кстати, вот эти вот неплохие, потому что они с капюшоном, с коротким луковом, но они дышат, вот эта вот их линейка, они очень-очень хорошего качества, очень синтетика, но они дышащие, в них как бы не жарко, не потеешь, в общем, для занятия спортом очень хорошо, да не только, просто вот для прогулок, тоже неплохо, вот, кстати, эти сарафаны, которые я говорила, я в одном из своих влогов, прошлых, я примеряла его, этот сарафан, вот именно вот этой расцветки, он неплохо выглядит, неплохо сидит, он немножко вышел на сейл, они были 40 долларов, сейчас 30, и вот еще остались, собственно говоря, вот такие расцветки, вот этих много, самых таких неярких, неприглядных, ну, тоже надо иногда такого, и что нового, по-моему, тоже раньше этого не было, сумки, Uniqlo стала делать сумки, вот сейчас, на сегодняшний день, вот это самое такое новое, что у них я увидела, самое такое интересное, на сегодняшний день у них есть три фасона сумок, это такие шопперы побольше, они все не кожаные, это все из кожзаменителя, шопперы по 40, по 50, по-моему, было 49, да, они, вот эти вот сумки такого, среднего размера, квадратные, они по 30, наверное, шопперы были по 40, я пропустила, и вот такие малюсенькие сумочки, совсем как бы дешевые, я, может быть, неправильно вижу цену, девочки, я просто на озвучке, половина экрана не видно у меня, поэтому я, простите, возможно, я плохо вижу цену, вот эта сумочка мне понравилась, я взяла ее даже примерить, они есть в нескольких цветах, и у нее хорошая форма, она такая ни небольшая, ни маленькая, в нее очень много принципов помещается, в то же время, это небольшой такой шоппер громоздкий, а такая сумочка небольшая, вот эти тоже симпатичные сумочки, приятные, именно как маленькая сумка, в которую можно положить только телефон, кредитную карточку, ключи и помаду, в общем-то, больше в нее ничего не влезает, я вот так вот ее раскрыла, посмотрите, она малюсенькая, я даже не уверена, что мой телефон в нее влезет, я думаю, что влезет, но с трудом, и она на таком длинном ремешке, ее можно носить крест-накрест, вот эти сумки квадратные, кстати, тоже имеют вот такую вот ручку, топ-хендл, которая называется, и длинный ремешок, и можно носить кроссбоди, в принципе, вот эти мне показались сами удобные, видите, вот я открыла ее, она довольно просторная внутри, туда уже может поместиться что-то больше, чем кошелек, кредитная карточка, там, например, бутылка с водой небольшая, зонтик, я не знаю, ну, расческа, кто что любит носить в сумках, так что вот сумки у них появились, сумки неплохие, интересные, довольно-таки, тоже базовые, тоже очень такие обыкновенные, без всяких там узоров, и разрисовок, но хороших таких базовых цветов, можно к ним присмотреться, вот эти шорты, девочки, вы помните, я купила пиджак, у них и брюки, вот из этой же серии пиджаков, только у меня он терракотового цвета, и брюки я купила терракотового цвета, и вот сейчас я увидела шорты за 20 долларов, терракотовые, и вот эти я взяла, потому что терракотового цвета шорты были размера смол, и вот я их примерила, и они мне малы, и так тоже, опять же, не видно, но они мне очень жали в талии, и вторые шорты я взяла размеры медиум, они мне больше подошли, но они не подходят по цвету, потому что я хотела сделать такой костюм, пиджак и шорты, сейчас это очень модно, и, во-первых, я вам хочу сказать, что я брюки купила за 19, этот шорт за 19 как-то не очень, это справедливо, а во-вторых, что-то мне кажется, они на мне не очень сидят, во-первых, не было света нужного моего размера, во-вторых, мне кажется, какие-то они немножко, знаете, я как в пионерском лагере, такой пионервожатый, еще галстук пионерский, и будет картинка, но не знаю, в принципе, бермуды, они такие и есть, но мне кажется, что они какие-то широкие, если бы они были поуже, вот сама вот эта вот голенища, то было бы лучше, нет, не голенища, голенища это другое, в другом месте, ну вы поняли меня, ну вот и дальше иду, брожу, все очень скучно, все очень, все очень такое, ну не на что посмотреть, правда, вот эти вот, опять же, куртки, дутики, белье, по-моему, тоже вот они стали делать, вот тут вот я нашла колготы, по-моему, раньше не было, сейчас я вам покажу, даже не колготы, а такие как очень плотные, непрозрачные леггинсы, которые в принципе они как колготы, но очень такие совсем, совсем непрозрачные, даже не 40 ДНА, ну вот видите, вот такие вот, они прям совсем, совсем непрозрачные, вот я думала, что-то они висят, но это розовые, по-моему, спортивные, ну в общем, короче, девочки, что я вам хочу сказать, скучнота и ничего интересного, в следующий раз, надеюсь, будет что-то поинтереснее, на сегодня все, люблю, целую, с вами была ваша Дита, пока-пока-бай!